Итак, братцы и сестрицы, сегодня мы поговорим о сарматах и об их возможных связях со славянами. Поехали! Мы уже говорили о древних иранцах, о праарийцах или арийцах, или, как некоторые меня исправили, об ариях, и уже говорили о скифах и о скифообразных культурах. Сегодня мы поговорим о сарматах. Итак, кто такие сарматы? Сарматы, этот термин, это народоназвание, относится так же, как и скифское, к очень-очень разнородным группам людей, но изначально имя относилось к одному иранскому, арийскому народу. Предки сарматов, так же, как и другие иранцы, изначально жили на территории между Южным Уралом и Нижним Течением Волги. Значит, в этой изначальной фазе название сарматы или сауроматай относится конкретно к какой-то ираноязычной общности, населявшей Восточную Европу. Впоследствии этим именем авторы стали обозначать очень многие разные народы, которые населяли северний берег Черного моря, исторически потом даже говорили о двух сарматиях, о сарматии европейской, которая находилась на запад от реки Дон, и сарматии азиатской, которая находилась на восток от реки Дон. В целом, в более поздние века сарматское имя на территории Северного Причерноморья полностью заменило скифское. Возможно, их народоназвание впервые записано в персидском источнике или в медийском источнике, в авестах, в одной из легенд. Был такой предок всех иранцев, всех арийцев, всех иранских народов, его звали Джима. Не знаю по-русски, тоже так или нет, но в соответствии с источниками, с которыми я работал, в основном на хорватском языке, его звали именно так, Джима. Он, согласно этой легенде, жил в арийской прародине Арианом Гвайдж, и у него родилось трое сыновей. Тура, Сайрим и самый младший Арий. Как раз этот Сайрим, его имя может разделять общий корень с сарматским народоназванием. Старшие братья, Тура и Сайрим, убили младшего и между собой разделили земли арийской прародины. С Сайриме достались западные края, то есть западная часть иранского мира. Так что впоследствии в персидской среде словом Сайрим обозначался вообще в целом запад. То есть это могло относиться как к сарматам, так и к римлянам и вообще к странам запада. Не совсем понятно, относится ли этот антропоним, это личное имя именно к сарматам, но это нельзя исключить. О сарматском языке известно крайне мало, но то, что мы имеем, говорит нам о том, что сарматский язык был очень близкий к скифскому языку. Некоторые исследователи даже предполагали, что это были два разных диалекта или две разных группы диалектов одного и того же языка. Сарматы эти изначальные, исконные, они вели кочевнический образ жизни, и это зафиксировали уже очень многие античные источники и античные авторы, начиная с Геродота, который в той же четвертой книге, в которой он говорит и о скифах, он там рассказывает и о сарматах. И как раз они уже в его время населяли территорию между Нижним Течением Дона, потом Кавказом и Волгой и Каспийским морем. В их среде конь играл центральную роль, как, между прочим, и у древних праиндерапейцев. Конями они жили, работали, воевали, ели конное мясо, пили молоко коней, постоянно путешествовали в поисках за лучшими пастбищами, и когда они путешествовали, жили в своеобразных юртах, так же, как и многие народы степей, потом исторические тюркские народы и монголы и прочие. Эти сарматы занимались преимущественно скотоводством, хотя и земледельчество им было знакомо. Были отличные всальники, воевали прежде всего на конях, но в отличие от скифов, их тактика была немножко другая. За то время, как скифы в основном издалека стрелами стреляли на своего врага, то сарматы предпочитали такой рукопашный бой, просто с конями как можно быстрее к врагу и потом там с ним дрались. То, что еще известно, что в бое сарматы носили хоругвы, то есть боевые флаги, чтобы отличить разные отделения своего же войска, носили очень характерные доспехи, комбинацию металлических плиток и обработанной кожи. С виду это напоминало такую шкуру змеи, то есть они прям были сами как такие змеи. И известно также, что носили шлемы, их оружие в общем было достаточно сильное, а в доспехе одевали также и своих коней. Как я уже упоминал, в дальнейшем историческом развитии названием сарматы авторы обозначали очень разнородные народы. Имущественно, правда, иранского происхождения, но также отчасти и тюркского, и даже местного, там, кавказского происхождения, о чем свидетельствуют и генетические исследования. От гаплогрупп до автосомальной ДНА. В общем, что-то такое имеется. Причем, в более ранние этапы, там больше маркеров, характерных для иранцев, а чем ближе приближаемся к нашему времени, тем больше прилив азиатских маркеров. Ну, и учитывая все это, как вообще можно говорить о каком-либо влиянии каких-то сармат на славян, если мы знаем, что этим именем могли обозначаться совершенно разные народы? Тут надо иметь в виду, что когда говорим о влиянии сарматов на славян, мы прежде всего говорим о языке. Если сравнить классическое сарматское общество со скифами, видно одна заметная разница, что именно в сарматском обществе у женщин их роль была намного более выражена. То есть женщины участвовали в боях. Об этом свидетельствуют многие могилы, в которых похоронены женщины вместе с оружием и с доспехами. Не совсем невероятно было бы, если именно с ними связаны греческие легенды о амазонках при Кавказе. Несколькими авторами в связи с ролью женщин в сарматском обществе зафиксирована интересная легенда. Согласно одной из них, женщины надевали такую железную какую-то плиточку на правую грудь, чтобы она не росла, потому что верили, что так правая рука будет сильнее. Ну и понятно, если стрелять правой рукой луком, то, наверное, думали, что это поможет как-то. Согласно другой легенде, у женщин просто отрезали правую грудь, чтобы она легче стреляла из лука. Это, конечно, сомнительно, насколько это могло помочь, но так вот, в общем, верили. А еще женщины могли участвовать в боях только до тех пор, как не вышли замуж. Потом это все закончилось. Что касается физической антропологии, то есть того, как сарматы выглядели, большинство из исследованных человеческих останков указали на то, что у большинства были короткие головы. То есть они были брахиоцефалоиды, за исключением, конечно, алан, которые немножко отличались. У них было очень много деформации головы, искусственной деформации головы, из-за чего голова была намного длиннее, чем обычно. Такой обычай среди людей мира известен был и в Южной Америке, и в Средней Америке, и у египтян, когда тоже клали так досочки ребенку на голову, чтобы голова была длиннее. О роли этого обычая, конечно, можно только догадываться. И в отличие от скифов, среди человеческих останков, с точки зрения человековедения или антропологии, у сарматов встречается немножко больше черт, характерных для среднеазиатских народов, таких как тюркских народов, например, ну и вообще степных народов Азии. Но все-таки это в те времена еще в таком незначительном количестве. И еще антропологи утверждают, что сарматы были достаточно высокие люди. Если говорим о мужчинах, в среднем от 170 до 180 сантиметров, то для тех времен достаточно все-таки высоко. У них часто были длинные волосы и борода. Это мы знаем из изображений каменной резьбы разных римских источников. Там на камнях часто изображались сарматские воины. У них европообразное лицо. Они одеты в эти шкуры змеи. То есть в эти доспехи, которые напоминают шкуру змеи. Что касается Алан, как более поздних или самых поздних сарматов, о которых будем говорить, они предположительно были тоже высокие. Обычно предполагается, что были голубоглазые и светловолосые. Естественно, все это исходит из исследований, а не просто потому, что, ой, кто-то подумал, что вот эти арийцы какие-то светлые и так далее. Нет, это на самом деле зафиксировано. И кажется, что между поздними и ранними народами, которые классифицированы разными античными авторами, как сарматы, нет прямой генетической связи, наследственности. Они похожи, конечно, но не так, что можем сказать, что поздние сарматы – это потомки ранних сармат. О религиозной системе сарматов известно крайне мало. Видно, что религия была близко религии скифов и, в общем, и в целом религии иранских народов. Божество, которого название реконструируется как Хурусу, то есть у славян Хорс, может быть теснее связан именно с сарматами, а не со скифами. Известно, что почитали женщину, которую называли Апутари. Ее место в религиозной системе было чем-то похоже на греческую Афродиту. Может быть, даже это и есть она, потому что фонетически звучат очень похоже. Апутари – Афродита. У сарматов также существовало своеобразное почитание меча. Почитали предков, как все древние народы. А что касается хранения своих покойников, мертвых хранили в курганы по древнему эндоропейскому обычаю. Обычно эти курганы достигали 5-7 метров высоты. Итак, давайте рассмотрим немножко более подробно историю, хронологию истории сармата. Согласно Борису Николаевичу Гракову, великому познавателю скифского мира и сарматского мира, их историю можно разделить на несколько частей, естественно, с дополнениями более поздних авторов, других историков. Так, можем увидеть четыре таких этапа. Есть сарматское время. Это время, которое охватывает примерно 6-5 век до Рождества Христова. Тут говорим именно о сарматах в изначальном смысле этого слова. То есть о самых сарматских сарматах, те, которые сами себя так называли, а не только были классифицированы так со стороны других. Ранне сарматское время – это второй этап. Это с 4 по 2 век до Рождества Христова. Тут тоже можно еще говорить о классических сарматах. Потом третий этап – это средне сарматское время от 2 века до Рождества Христова до 2 века после Рождества Христова. Но тут уже как бы не совсем всегда понятно, имеем ли мы дело с сарматом и в узком смысле этого слова, или это имя уже, этот этноним уже распространяется и на другие народы, которые жили в примерно том же географическом пространстве. И позднесарматское время – 2 век до 4 век после Рождества Христова. И как увидим, можно предположить, что именно эти поздние сарматы с 3-4 этапа могли больше всего повлиять на славян, потому что они уже жили практически как бы в славянском соседстве. Но к этому вернемся немножко попозже, так что оставайтесь с нами, если занимательно. А пока рассмотрим каждый из этих этапов по очереди немножко поподробнее. Слишком углубляться не будем, так как цель этого выпуска не в том, чтобы рассказать всю историю сарматов, а в том, чтобы понять главные какие-то этапы, которые могли быть как-то связаны со славянами. Естественно, все это находится в рамках исторических размышлений и теорий. Тут из-за большого отсутствия источников работа историков очень тяжелая. Так что надо разбираться немножко и в других науках, и в языковедении, в стариноведении, и в этнологии тоже. Я стараюсь это делать по максимуму, но я тоже только человек, так что у меня могут иногда быть какие-то пробелы. Поэтому учитывайте, что это так. Но я пока поделюсь с вами тем, что в моем опыте до сих пор, и в моем образовании до сих пор узнал и к чему пришел. Итак, у нас первый этап – это сарматское время с VI по V век до Рождества Христова. Эти сарматы обычно приводятся в связь с археологической культурой Блюминфелд, которая, предположительно, образовалась на основе срубной и андроновской культуры. Эти сарматы уже жили на территории между Доном, между Волгой и между Кавказом. Но как они там оказались? Те, кто смотрели предыдущие выпуски, помнят, что я там рассказывал о многих волнах переселения иранских народов из территории Южного Приуралья. Самые главные факторы были экологические и демографические. То есть всегда, когда там происходил какой-то климатический кризис, народы начали передвигаться. На запад, на восток, на юг. В общем, искали новых пастбищ и новых мест для жизни. Примерно одновременно с тем, как скифы начали переселяться на юг, возможно, уже среди них были и определенные племенные союзы сарматов. Как раз эти сарматы, они часто являются наследниками скифов. Так же, как скифы, как я рассказывал в предыдущем выпуске, они в определенный момент перешли реку Дон и начали переселяться на запад вдоль северного берега Черного моря. То же самое происходило с сарматами. Из скифского времени известно то, что во время вторжения персидского шаха Дарья, Дарья I, Дарья Лахуша, около 512 года до Рождества Христова, сарматы встали на сторону скифов и помогали им сражаться с Дарием. В те времена отношения между скифами и сарматами были преимущественно дружественными. Многие сарматов служили скифскому правителю и нельзя исключить даже первых контактов с праславянами. И это уже приводит нас к второму этапу. Раннесарматское время, 4 по 2 век до Рождества Христова. Сарматов этого времени обычно связывают с археологической культурой Прохоровской. В это время мы замечаем значительное ухудшение отношений между скифами и сарматами. Начинаются первоизвестные скифосарматские войны, которые не всегда удается по времени датировать, но кроме как век, если говорим про век. И сарматы в это время становятся сильнее, перешли Дон и стали завоевывать старые скифские земли в Северном Причерноморье, о чем тоже существуют исторические сведения. Например, автор Лукьян из Самосаты пишет об одном таком случае, когда сарматы внезапно напали на останки того, что было великой скифской державой. Запада и Юго-Запада на скифью давили и кельты, с одной стороны, Запада, и другие жители Карпатского Лука, а с востока — сарматы. И они, в принципе, доделали свое дело и полностью уничтожили скифские протогосударственные образования. В это время в исторических источниках упоминаются названиями сирматы или сарматы, то есть сирматай и сарматай, а упоминают их такие греческие авторы, как Евдокси, Псевдоскилок, Ариаклит-Пантийский, Феофраст и многие другие. В раннесарматское время эту родину сарматов между Волгой, Доном и Кавказом из Средней Азии переселяются уже новые племена, новые ираноязычные племена. Это территория между Доном, Кавказом и Волгой. Потом в исторической традиции была названа Азиатской Сарматией, то есть это древняя сарматия. И как раз на этой территории в раннесарматское время между IV и II веком до Рождества Христова образовались новые сильные военно-племенные образования, которые часто классифицировались как сарматские. Некоторые из них — это аорсы, верхние и нижние. Их самоназвание обычно объясняется как светлые или белые. Может быть, в смысле географическом, как мы знаем потом у славян, что тоже считается обычно иранским влиянием, существовали белые хорваты и красные хорваты, белые русы и червонорус, и черная и так далее. В общем, так иранские народы обозначали стороны неба, и это, видимо, отчасти отразилось тоже у определенных славянских народов. У сербов это тоже есть, белые сербы, да, тоже. В более позднюю эпоху, которой еще и будет речь, на территории, где жили аорсы, возле реки Дон, образовались аланы. Но к ним мы еще тоже вернемся. Аорсы после 250 года, после Рождества Христова, больше никогда не упоминаются, а есть и упоминания, которые смешивают их имя с аланами. То есть там получается такая комбинация — аланорсы. То есть аланы и аорсы. Потом соседи аорсов были сираки. Они занимались и земледельством. Известны даже имена некоторых правителей, такие как Артифарна, Абеак и Зоресина. И в так называемой азиатской или задонской сарматии известны по участвованию в войнах против Римской империи и босфорского греческого правительства в Крыму. После 193 года после Рождества Христова больше не упоминаются. На их территории, о чем тоже еще будет речь, Плинис Секундус, римский автор, в первом веке после Рождества Христова упоминает народ, которому дает имя Сербой. Но, как говорю, вернемся к этому. Это были так называемые восточные псевдо-сарматские племена. А западные или европейские псевдо-сарматские племена или племенные союзы это Роксоланы и Язиги. Роксоланы, их имя очень похоже по семантике на имя аорсов. Их имя обычно объясняется как светлые Аланы, то есть Раукна или Раушна Алана. Роксоланы перешли Дон и населили степь на юго-западе современной Украины. Возможно, стали южными соседями славян где-то во II веке. Известные имена их правителей или правителей, которые обычно приписываются им, это Медосак и его жена Амага. Часто воевали в Крыму. И очень интересная вещь. Согласно Михаилу Васильевичу Ломоносову, их народоназвание Роксоланы чем-то связано с русским этнонимом, и поэтому он их видел как предков восточных славян. Потом у нас Язиги или Ясиги. Язиги жили в восточнее и южнее Роксолан. После того, как Роксоланы переселились на запад, они оселили территории возле реки Дон. А во время II века, после Рождества Христова и позже, стали переселяться далеко на запад. Населили территорию северного этого Карпатского Лука, то есть современные пограничья Чехии, Словакии и Польши. И тут заканчивается раннее сарматское время. Среднее сарматское время. Второй век до Рождества Христова, во второй век после Рождества Христова. Климатические условия ухудшились. Зима уже была не та. Было очень сухо. Из-за всего этого, из-за войн между разными племенными союзами, количество населения в степи резко снизилось. Это очень важно знать, когда говорим о возможном влиянии иранцев или арийцев, сармат в данном случае, на славян. Людей стало значительно меньше на всей территории Приураля, окрестностей Каспийского озера и так далее. Наступили очень такие нестабильные времена. В эту эпоху больше всего упоминаются в источниках Роксоланы и Язиги, что, между прочим, неудивительно, потому что они очень часто вторгались на территорию Римской империи, воевали в Подунаве, и со временем даже некоторые из них были привлечены в армию Римской империи, что служили римлянам. Давайте сейчас посмотрим еще раз на историю Роксолан, некоторые события просто, и потом тоже Язигов. Куда они делись все? В 111 или 112 году до Рождества Христова, то есть еще в раннее сарматское время, вместе с кримскими скифами арматы Роксоланы, или просто Роксоланы, воевали против Босфорского королевства. В 70-м году до Рождества Христова вместе с Язигами задали последний удар Подунавской Малой Скифии на территории современной Добруджи, а потом в I и во II веке после Рождества Христова уже начали вторгаться на территорию Римской империи. Особенно интересно им было Подунаве и Панония, то есть современная Венгрия, и даже, даже согласно археологическим находкам, они вошли на территорию современной Словении, Словенского Северо-Востока, там, где сейчас находится Прекмуре. Очень-очень важное событие, которое точно повлияло и на историю Рима, и на историю Восточной Европы в целом, на историю славян, на славянские или предславянские миграции от 166 по 180 год после Рождества Христова в так называемой Маркоманской войне или в Германо-Сарматской войне вместе с многочисленными германскими племенами и другими иранцами воевали против Рима. И некоторые из них даже перешли потом на сторону Рима. И, естественно, эти Роксоланы, а потом Языги, они смешивались и с местным населением, и с германцами. Один из способов, как это могло отразиться, это в личных именах. Например, один из правителей Роксолан, который воевал в Панонии, там и погиб, назывался Рависмут, то есть имя германского происхождения. С Языгами история была очень похожа на Роксоланскую. Они тоже очень часто воевали или вторгались прежде всего на территорию Рима, и это в области современной Румынии. Участвовали в докиско-римских войнах и также в Германо-Сарматской войне, о которой мы только что говорили. Известен из этого времени их вождь Зантик, который погиб в одной из битв против Рима, он утонул в Дунае. Многие Языги стали служить Риму. Это было так, что в качестве мирного договора, который заключили Языги с Римом, они должны были римлянам дать 8 тысяч всадников. Около 5500 этих же всадников Рим отправил далеко на запад, в провинцию Британию. И тут интересно, не знаю, кто из вас смотрел фильм о короле Артуре, из 2004 года, кажется, где у Артура есть сарматские войны. Я говорил о том, что Языги тоже стали переселяться на запад, но, естественно, не все они взяли свои чемоданы и сказали, вот, пойдем все на запад. А некоторые остались также на территории азиатской Сарматии, в старой прародине, в окрестносте Кавказа. И там еще зафиксированы имена, названия, как кажется, этого же народа, как Язы, Асы. Возможно, этноним Осеты как раз связан с этнонимом Языги. И, что еще известно, о Язигах есть еще один такой народ, который из Прикавказья в 12-13 веках из-за монгольского нашествия тоже пошел искать убежище на западе. Их звали тоже Ясы или Язы. Они убежище получили. Убежище получили в Угорском королевстве или в Венгерском королевстве во времена венгерского короля Белый Четвертого и он их населил где-то в середине своего королевства. Там они получили свою территорию, но до 16-17 веков были полностью модернизированы, перешли на венгерский язык, но сохранили чувство своей отдельности, самобытности. Если вы посмотрите на карте, как исторической карте Угорского королевства, так и в современной Венгрии, там одна территория, административная единица, сегодня Жупанья, получила и название, которое отводится от их имени. И последние сарматы, о которых поговорим, или последние псевдо-сарматы, а также последние иранцы, о которых будем говорить, когда говорим о влиянии на славян, это аланы. И были очень близкие к ясам, прям очень-очень, и их тоже связывают с соседами и видят их прямыми предками светов. И как кажется, генетические исследования это подтверждают. Естественно, их генетическая картина очень разнообразная. Там есть приливы и степи, также есть и местное кавказское население, которое потом приобрело как-то вот эту аланс, эту аланскую идентичность. А имя Алан или Олан обычно толкуется как происходящее от слова Ариана, то есть Арии, Арицы. Аланский этноним упоминается даже в китайских источниках 2-го до 3-го веков после Рождества Христова как Аланляу. Я по-китайски не знаю, поэтому было бы прикольно услышать от кого-то как это произнести правильно, но очень сложно или очень трудно сказать, имеют ли эти Аланы какое-либо отношение к Аланам, которые оказались в Европе. Возможно, возможно, это одно и то же племенное образование, но с другой стороны, также язык мог подобно развиваться и просто те Арии, которые жили далеко в Азии и те, которые жили ближе к Каспийскому Морио просто назывались вот так же, естественно, потому что исторически и так все происходили от этих Ариев деревья. Ну и давайте по порядку, что происходило в этом позднем сарматском времени с 2 до 4 века после Рождества Христова. До 1 века Аланы населились и утвердились на землях между Доном, Волгой и Кавказом, как и многие другие Арии до них стали господствовать в Азиатской Сарматии. В 5 веке стали воевать и торговать с германскими готами, которые в то время как раз появились на территории современной Украины, начиная с 3 века и дальше, возможно, уже со 2-го. Из исторических источников известно, что Аланы и готы находились в недружелюбных отношениях друг с другом. По крайней мере, несколько таких зафиксированных примеров. Так, около 340 года после Рождества Христова Аланам задал очень тяжелый удар готский правитель, готский рикс Геберикс. Готы были далеко не единственной их проблемой. С примерно 150 года после Рождества Христова восточными соседями Алан стали гунны. Они тоже с ними воевали. Окончательно их страну разрыли в 375 году после чего многие Аланы кинулись на запад и искали более безопасные места для жизни. Мы не должны думать, что просто все Аланы ушли и что опять же гуны все вот такие, Аланы все такие, что разделение проходило точно по этническому признаку. Нет, это как и сегодня. Каждый смотрит пользу для себя. Так что часто Алан уехала, часть на Кавказе поискала свое спасение. Совсем вероятно, что часть присоединилась с сигуном и приняла их условия. Но из тех Алан, которые двинулись на запад, многие нашли убежище в Панонии. И как раз от Римской империи получили уже разрешение там населиться. Естественно, за определенные услуги защищать границу, как это Рим обычно уже в это время делал. Там в дальнейшем присоединились к Готам, особенно к вандалам, очередному германскому военно-племенному союзу. И в 406 году в великом вторжении варваров вместе со многими германцами перешли реку Рейн на границе между Германией и Францией. Вторились в Римскую империю и там вместе с многочисленными варварскими племенными образованиями разрушали западную часть Римской империи. И эти Аланы, многие из них, по крайней мере, селились дальше в Испанию вместе с вандалами, перешли в Средиземное море и с этими же вандалами основали так называемое Алановандальское или Вандальское Королевство, которое продержалось вплоть до 534 года, когда их победили войска римского византийского правителя Юстинияна. Ну, а те Аланы, которые остались в Прикавказе, они создали свое государство средневековое, Аланию, которое в XIII веке уже снесло нашествие новых кочевников, монгол и татар. Считается, что как раз эти Аланы предки, прямые предки современного осетского народа. А теперь обратим свое внимание прямо на возможные отношения между славянами и между этими иранцами, сарматами, руксаланами, аорсами, аланами. Чтобы мы вообще могли создать условия для разговоров о сарматских и славянских взаимоотношениях, о влиянии сарматов на славян или наоборот, мы должны сначала рассказать что-то об археологической культуре, которая существовала на территории, где исторически потом появились самые ранние славяне. А это территория Западной Украины примерно, территория Среднего Поднепровья. После Чернолесской культуры и Милоградской культуры на этой территории появилась археологическая культура, которую принято называть Зарубинской археологической культурой. Она существовала как раз в это время, когда в исторических источниках упоминаются сарматы, ну, там не самые ранние, а позже, да, что мы можем сказать об этой культуре? Климатические изменения ощутили и зарубинцы, то есть носители зарубинской культуры, кем бы они ни были. Носители зарубинской культуры, так же, как и на степные народы, повлияли серьезные климатические изменения, большие засухи. Это можем себе представить, что годами были большие засухи, и поэтому носители зарубинской культуры стали расселяться во все стороны. На север, в леса, на юг, в степи и ближе к Карпатам, и это их привело ближе к соседству со сарматскими племенами или к сарматским народным образованиям. То, что на данный момент является достаточно очевидным, что славяне или предки славяне, если хотите, у этих иранских народов заимствовали имена больших рек, такие как Днепр и Днестр, хотя тут, возможно, и старое происхождение, но есть контраргумент, конечно, потому что в самое древнее время, в самые древние зафиксированные имена этих рек, это не Днепр, не Днестр, не что-то похожее на это, а Борисвен, Хипанис и так далее. То есть названия другие. Поэтому, возможно, всё-таки речь идёт об именах, о названиях, об гидронимах сарматского уже происхождения. Ну и самое очевидное название – это Дон, для реки Дон, с киевское время Танаис. И этот бедный, измученный засухами народ, переселялся поближе к речкам, чтобы быть поближе к источникам воды. На останках этой археологической культуры заметны влияния из Запада. Предполагается, что эти влияния как раз приходят от кельтов, от восточных кельтов, всякие изделия латинского периода, то есть периода, который обычно в Европе приписывается как раз кельтам. Влияние кочевых народов особенно заметно в изделии всяких керамических изделий, производстве орудия и оружия, потом в домашних предметах, то есть предметах для домашнего употребления и во всяких личных вещах. Очевидно, был какой-то культурный обмен между носителями зарубинской культуры и между кочевыми степными народами, сарматами, аланами, рассуланами и другими. Точнее, аланами нет, потому что тогда уже другая археологическая культура. Из находок еще известно, что носители зарубинской культуры торговали мехом с народами, которые жили на северном побережье Черного моря, и также, что у них были животные домашние, например, свиньи, овцы, козы, коровы, коньи. В то же время случилось одно такое изменение, которое, конечно, повлияло на количество, на способность производства большого количества злаков, а это что славяне перешли из потечно-огневого и переложного земледелия на земледелии с использованием деревянного рала, без железного сошника еще в это время. Конечно же, новая технология в обработке почвы также потом сказывается на демографическом росте. То есть тут такой очень занимательный момент, когда люди, несмотря что там засухи, они находят новый способ, как обрабатывать землю, и таким же образом увеличивают свои способности пережить тяжелые времена. Так людей становится побольше, что, естественно, и видно на археологических останках этой культуры. Если судить по домам того времени, разным землянкам, а также и надземным домикам, дома были относительно большие для тех времен, и поэтому думается, что туда помещались большие семьи. То, что для нас, как славян, плохо, сейчас очень популярны всякие палео- или археогенетические исследования, которые массами в 90% толкуются совсем не так, как это делают ученые. О, для нас плохо что? Что носители зарубинецкой археологической культуры своих мертвых сжигали и хранили в таких урнах, закапывали землю, и туда клали еду обычно на таких специальных местах, потому что они это делали, мы теперь не можем прийти к их генетическим данным, и мы просто не можем знать, носители каких хаплогрупп или каких автосомов были они, то есть какой автосомальной информации. Во время от II по I век до Рождества Христова зарубинская культура дожила расцвет. И неудивительно, там много изменений всяких было. Мы видим, что обработка земли, почвы, она изменилась, улучшилась. Торговля была очень жива. Мы видим, что эти люди, эти носители зарубинской культуры, торговали мехами, шкурами, котом, медом и воском. Это они обычно, возможно, через посреднику, возможно, напрямую, обменивали на вино и масло в амфорах, в амфорах с римского мира. Да, в этой культуре есть и находки, которые происходят из Рима и Греции, с юга. Также они продавали продукты ремесленного производства. Из того, что можем судить из находок, это то, что характер этой торговли был миновой, то есть меняли продукт на продукт, не было денежной торговли. Зафиксированы также тесные торговые отношения с племенами латинского мира, то есть с кельтами, как главными носителями этих культур. Один момент еще пропустил. То, что еще видно на типах поселков зарубинской культуры, есть два типа, во-первых. Есть типы, которые можно классифицировать как городища, которые более укреплены. Видно, что они применялись с целью, чтобы защитить поселение. И есть и открытые поселки без всяких там заборов или частоколов. То есть это тоже нам говорит о том, что отношения с этими сарматами были в том числе и насильные. То есть там менялось все. Когда-то торговали, когда-то воевали. Все было по-разному, как и в наше время. Друзья, я сначала планировал очень развернуто ответить на вопросы о хорватско-иранских связях, сербско-иранских, русско-иранских, польско-иранских. Но понял, что так этот выпуск был бы слишком-слишком длинный. И поэтому решил просто вкратце представить иранские теории о происхождении отдельных славян. Еще у меня в прошлый раз, когда я записывал, батарея, к сожалению, не выдержала. И поэтому приходится записывать в другом помещении. То, что я рассказал о русских и о сербах, это уже там записано. А сегодня только еще о хорватах и, может быть, что-то еще добавлю. Так, давайте теперь поговорим о возможном иранском происхождении отдельных славян. Что касается утверждения Ломоносова и Вернацкого, то восточные славяне имеют раксаланское происхождение. Это, конечно, слишком натянуто, и мне неизвестно, занимается ли кто-то еще этим вопросом всерьез. Что касается иранского происхождения сербов, оно основывается на одном упоминании, нет, двух, на самом деле, упоминаниях определенного этнонима в области Кавказья. А авторы у нас это Плиний Старший и Толемей Географ, которые на этой территории вмещают народ под названием Сербой. И это все. В принципе, у нас это одно название. Некоторые авторы в этом видят, конечно же, сербов, и только сербов, и современных сербов и так далее. Но какие у нас основания для таких утверждений? Ну, это все очень спорно. Во-первых, у нас только название есть. Ничего остального общего мы не видим в такой степени, чтобы можно было утверждать такое происхождение. То есть, да, что мы имеем? Значит, мы имеем каких-то сербой, какой-то народ сербой, который живет в Прикавказье. И он упоминается только тут, в II веке, после Рождества Христова. Ну, и все. Очень долго молчание. А первые славянские зафиксированные сербы — это уже IX век, так же, как и хорваты, между прочим, и находятся на совершенно другой территории. Образ жизни у этих славянских сербов ничем практически не отличается от жизни других славян, и ничем не более иронизирован, чем другие славяне. И тоже мифологическая картина, картина мифологической топографии, она полностью славянская. То есть, мы имеем вершины, посвященные Перуну, воды посвящены Мокоши, и низменности посвящены Велесу. То есть, это мы наблюдаем по всем славянском мире. То есть, и в Польше, и в России, и в Хорватии, и в Словении. Да, а про тех сербов ничего не знаем. Есть, конечно, возможность, что, да, этот славянский этноним сербы связан с этим этнонимом, который упоминается в азиатской Сарматии. Есть такая возможность, и ученые эту возможность обычно объясняют так, что это, судя по всему, немногочисленное иранское племя сербой вместе с другими иранцами как-то соседствовало со славянами, и сохранилось от них только одно название, а и название перенеслось, конечно, на эту славянскую среду. И так такое имя стало просто славянским, ну, как и любые другие заимствования. Но это отнюдь не значит, что сербы — это иранцы или иранцы — это сербы. Это просто значит, что у современных сербов иранское происхождение названия или имени, если хотите. Вот так и возьмем, к примеру, имена, личные имена, допустим, Николай, допустим, Артем, допустим, Юля и так далее, да? Юля — вот это латинское имя. И что, все Юли в России, они римлянки, что ли? Или, не знаю, все Николаи — это греческое имя, все Николаи — это греки? Да нет, конечно. Ну, так и тут, конечно, со семенами. Семенами — это всегда такое. Они могут путешествовать, и, может быть, название происхождения не славянского, а сам народ славянский. Такой случай у нас на примере с булгарами. Такой случай, как кажется, с русскими. Такой случай, как кажется, с хорватами тоже. Так что в этом ничего удивительного не было бы, если вдруг это славянский... Если славянский этноним сербов связан с иранским. Что касается иранского происхождения хорватов. Но тут аргументы очень похожи. Эта теория основывается на одном упоминании, на так называемых танайских таблицах, где упоминается некий сын хорватоса. И предполагается сразу, что этот хорватос — это был какой-то человек, который принадлежал иранскому народу, как раз тоже в этом регионе Азиатской Сермати, и поблизости с сербами уже это натянуто. То есть это имя личности, имя индивида, но из этого как-то они получили народное имя. Что уже очень вопросительно. Значит, так, эта иранская теория о происхождении хорватов на самом деле не возникла в 90-х. Хотя я изначально, когда еще не был историком, так думал. Потому что была война с сербами, и поэтому нужно было доказать, что нет, у нас, хорватов, ничего общего с сербами нет. Но нет, не было так. Иранская теория на самом деле родилась еще в начале 20-го века. Отцом иранской теории о происхождении хорватов считается Степан Сакач Кризин, который первый предложил возможное иранское происхождение хорватов. В начале 20-го века в Ростове-на-Дону или там в окрестностях были открыты такие плиты, которые называются Танайские плиты или плиты из Танайса. И там упоминается некий хорватов, некий сын хорватов. Не совсем понятно, кто этот человек был, был ли он вообще иранского происхождения. Такие выводы были сделаны, потому что эта греческая колония находилась как раз... Еще ранним исследователям славянских старожитностей показалось очень странным то, что хорватский этноним звучит именно так, хорват, то есть что окончание или суффикс там ад, что необычно для славянских языков, и вообще другие славянские племена так не назывались. Пожалуй, может быть только славянские сагудаты, которые упоминаются на территории примерно там современной Македонии. Ну и это все. А так это не славянское окончание. И может быть на этом что-то есть. Теорию о иранском происхождении хорватов прежде всего развивали, разумеется, хорватские историки, но не только они, и впоследствии была сделана, конструирована такая теория, что хорваты — это одно из подразделений антов, то, которое было ближе всего к Востоку, Кавказу. И изначально носители этого имени, этого этнонима хорват, были действительно какие-то иранцы. Даже их связывали с какими-то кавказскими андами, кавказским народом. И тут были сделаны выводы, что эта маленькая группа этих хорватов изначальных жила среди славян, и что со временем эти славяне, которыми эти хорваты правили, среди которых эти исконные хорваты жили, что она им передала свое имя. И вот, собственно, так и получилось, что хорваты — это на самом деле иранцы, но современные хорваты — это славяне с иранским именем. Но это возможно, но с другой стороны, вот в 90-е все-таки сыграли определенную роль. И действительно, в 90-е, когда у нас была война между хорватами и сербами, тогда иранская теория вновь стала очень популярной. И она стала настолько популярной, что в связи с ней развивались очень-очень разные лженаучные теории на самом деле, которые выводили хорватов из Афганистана. Я еще помню, и у меня есть еще такая книга «Исторические карты Хорватии», «Хорваты на протяжении истории». И там как раз хорватов выводили из современного Афганистана, через Персию, регион Харахвайтия или Сарасвати. Ну, через регион, который как-то был созвучен хорватским народным именем. И потом через Кавказ, потом в II веке на Кавказе, дальше потом на Карпатах и, наконец-то, на юге. Но, слава Богу, что эти времена прошли, и что все-таки хорватская наука очистилась от этого. Но даже тогда не все поддерживали эту теорию, такую иранскую теорию происхождения хорватов в самом таком жестком виде. Например, Далибор Брозович, а также его дочь, кажется, да, дочь, Дуня Брозович Ронтьевич, они оба отрицали такое толкование истории и стали к этому подходить намного более рационально. И мы видим сейчас то же самое, как когда я рассказывал про сербов и сербскую иранскую теорию, то же самое можем сказать и про хорватов. Во-первых, те источники II века, то есть те плиты танайские, они на самом деле не говорят ни о каком народе, а говорят о личном имени, хорватов. Да, некоторые потом считали, что это не настоящее личное имя, а просто по народу его так назвали, но все равно это единственное время, когда эти хорваты упоминаются. То есть это хорватов, когда упоминается. И потом столетиями, столетиями, столетиями никакие хорваты не упоминаются, а начинают упоминаться там где-то с половины, с середины IX века дальше. И эти хорваты уже полностью-полностью славянские. То есть у них нет ничего иранского, но кроме каких-то общих иранских влияний, которые есть у всех славян. И раньше еще считали, что то, что хорваты тоже части мира определяли так, что есть белая часть, красная часть, ну и другие, там пять цветов, по-моему, кажется. И каждый обозначает разную сторону мира. Но выяснилось, что все-таки это не исключительно иранская характеристика, а многие народы используют такую же систему или использовали такую же систему для обозначения частей мира. Поэтому даже тут ничего исключительного. Ну а также был достигнут определенный прогресс в этнологии и культурной антропологии, где тоже видно по Хорватии, по этнологической топографии, то есть по топографии названием местностей, которые как-то связаны со славянской религией. И тут виден типичный славянский треугольник, где вершина посвящена Перуну или какому-нибудь из ипостасей Перуна. Потом речка посередине посвящена Мокуши. И часто речки так называются, типа Мокушица, Мокуша и так далее. И потом еще лук, который находится рядом. Обычно это лук или низменность какая-то, которая посвящена Велесу. И часто это замаскировано просто христианскую такую маску. И так у нас тут святой Илья, там у нас святой Николай обычно. Ну вот, поэтому Хорваты с этой точки зрения не отличаются ни от каких других славян. Если рационально на все это посмотреть, действительно существует такая возможность, так же как и с сербами, что этноним Хорват есть иностранного иранского происхождения. Есть такая вероятность, но тут надо потом не путать. Имя, оно может быть иранского происхождения. Но по содержанию того, кем является Хорватский народ, видим, что этот народ славянский. И даже если посмотрим на генетические исследования, нет каких-то более прямых связей между Хорватами и Иранцами, ну, кроме тех, которые есть у всех славян. И вот это, собственно, все так вкратце рассказано. Для всех вас, кто остался до конца, что-то просто упомяну такую тематику, что есть еще одна возможность влияния иранского языка или иранских языков на славянские. А это, о чем хочу вам рассказать, происходило во времена, там, с 4 века, значит, после Алланов и вплоть до примерно 7-8 веков после Рождества Христова. А это народы гуны и авары. С ними тоже очень интересная история. Обычно предполагается, что они были тюркские племенные союзы, но дело в том, что единственные записи, которые у нас есть, которые говорят о гуннском языке до сих пор, да, единственные, которые есть до сих пор, упоминают такие слова, которые можно приписать эндропейским языкам. Некоторые даже шли так далеко, что приписывали их прямо славянским. Итак, например, слово «медос» нам упоминается, как «медовуха», а и слово «страва», которое почти точно славянского происхождения. Но согласно одной из теорий, эти гуны могли принять уже иранский язык, то есть какой-нибудь там сарматский, скифский, оландский язык. И это уже был языком их элиты. Или даже не языком их элиты, а просто такой лингва франка, общий язык в гуннской правящей верхушке. И то же самое иногда говорится и про аваров, и также про тех булгар, которые еще не являлись славянами. Это, кстати, еще одна интересная тема, потому что среди булгар, кажется, тоже существовал определенный северно-иранский элемент. Но это уже темы для каких-нибудь других выпусков. А я хочу еще что-то сказать в конце. Существует возможность, что к октябрю этого года YouTube в России отключат. Ну, мы не хотим терять контакта с вами. У нас нет предрассудков к другим славянам. Мы хотим, чтобы все мы славяне держались вместе. И чтобы знакомились друг с другом, сближались друг с другом. Потому что в этом есть какой-то залог мира между нами. И для этого мы сделали телеграм-канал. Ссылку я оставлю в описании. Я туда же буду загружать выпуски, которые в YouTube тоже. Естественно, и все другие зрители, кто досмотрел до этого момента, могут прийти в наш этот канал в телеграме. Мы будем только рады. Мы рады всем нам. Но преимущественно он сделан для того, чтобы мы не потеряли контакта с вами, с нашими русскими братьями и сестрами. И, наконец, вот теперь я опять не знаю, с какой стороны будет. Либо тут, либо тут. Можете посмотреть еще выпуск о всей истории иранско-славянских отношений. Или же о том, как глоты повлияли на славян. И на этом сегодня все. Спасибо всем. Пока-пока.